Он был тем, кто нашел его, поэтому, по его мнению, он должен был первым открыть люк. Металл заскрежетал о металл, когда крышка оторвалась и открылась давно забытое содержимое. Все столпились вокруг и недоверчиво покачали головами. Затем, без предупреждения, кто-то схватил его и потащил прочь. Каспер посмотрел на левую тропинку, затем на правую, которая была хорошо проторена и пользовалась популярностью у туристов. Другой вообще едва ли можно было назвать путем, и это был тот, который ему был нужен. Пришло время исследовать эстонские болота. Пышные зеленые сосны пронзали небо, и вскоре показались озера Куртин и Мадисьярф. Бродя по болотистому периметру, он заметил странные отметины на неровной земле. Возможно, они были покрыты многолетней растительностью, но это явно не было похоже ни на одну форму, которую он видел раньше во время своих многочисленных странствий. Он толкнул его ботинком, и тут его внимание привлекло кое-что еще, там была веревка. Затонувшая лодка. Он соскреб грязь и попытался вытащить ее, но она не подавалась. Это и без того была странная ситуация, но теперь он должен был кому-то рассказать. Он побежал домой и вытащил своих сбитых с толку родителей. Прошло совсем немного времени, прежде чем другие жители деревни узнали об этом, и собралась большая толпа. Мужчины собрались вокруг и попытались найти хоть какой-нибудь ключ к разгадке того, что, по-видимому, было погружено в озеро. Один из них заметил веревку, частично зарытую в грязь. Он ощупывал его руками до тех пор, пока не смог ухватиться за него, а затем потянул изо всех сил. Но что бы ни было на другом конце провода, оно не сдастся без боя. Они тянули и тянули, но безрезультатно. У них не было подходящего оборудования или рабочей силы, чтобы раскрыть эту тайну. Пришло время обратиться к властям. Вскоре по лесу разнеслось глубокое урчание огромного бульдозера. Помощь, в которой они нуждались, наконец-то пришла. Они привязали трос к гигантской машине, пока ее водитель готовился двинуть транспортное средство вперед. Несколько человек также подключились и держали некоторые части веревки, чтобы помочь с подъемом, но даже дополнительных лошадиных сил было недостаточно. Что бы это ни было, оно должно было быть массивным. Все бросились домой, чтобы схватить свои веревки и подогнать свои транспортные средства. На это ушло 8 часов стальных тросов, лопат, мощности машин и рабочей силы. Даже маленький Каспер с энтузиазмом протянул руку помощи, как и все остальные. Он отчаянно хотел увидеть, в чем на самом деле заключалось его открытие, и посвятил этому столько часов, сколько потребуется. Внезапно они все почувствовали, как что-то сдвинулось, когда все коллективно потянули. Несколько минут спустя кончик чего-то показался на поверхности воды. Люди бросились вытаскивать его из грязи, используя лопаты, чтобы раскапывать грязь вокруг него, чтобы бульдозеру было легче его вытаскивать. Наконец-то таинственная вещь наконец-то проявила себя. Солнце начало опускаться за линию деревьев, и все ахнули, когда зверь медленно выкатился из воды, как покрытое водорослями чудовище. Некоторые из зевак точно знали, что это такое, и бросились соскребать затвердевшую грязь с его поверхности, открывая огромный люк. Прошло несколько часов с тех пор, как они частично вытащили массивную металлическую штуку из мутной воды. Даже несмотря на то, что их энергия иссякала, мужчины вытирали пот со лба и продолжали счищать слои грязи, обнажая до жути знакомый белый символ. Движимой интригой, они зашли так далеко, и теперь готовились к последнему рывку. Сделав последний мощный рывок, он, наконец, вырвался наружу. Все замолчали, наблюдая, как металлическое чудовище выкатывается из озера, хлюпая и борясь с тяжелой грязью и заливая жителей деревни потоками воды. Никто из них не мог до конца поверить в тот фрагмент истории, который они воскресили, но что военная машина времен Второй мировой войны делала в озере на эстонском болоте у черта на куличках. Каспер подбежал, чтобы заглянуть внутрь. Такое событие бывает раз в жизни, и он бы его не пропустил. Сквозь воду он увидел что-то блестящее. «Мам, это большие пули!» Каспер почувствовал, как сильные руки подхватили его и потащили прочь. «Отойди от этого!» – закричала мама. По кабине все еще валялись боеприпасы, а танк был в отличном состоянии, так что был шанс, что снаряды все еще могут быть опасны. Прошло совсем немного времени, прежде чем они услышали вой сирен. Замаскированный грузовик и люди в боевом снаряжении выскочили из бронетранспортеров и разорвали заляпанный грязью танк. Должно быть, кто-то позвонил властям, как только они увидели, что было внутри. Все стояли неподвижно и в гробовой тишине, гадая, не попали ли они в беду. Один офицер подошел к Касперу. «Ты нашел это?» – спросил крупный мужчина. Мальчик слегка испуганно кивнул. Мужчина улыбнулся «Я впечатлен!» Молодец! Солдат оглядел жителей деревни и сказал «Нам нужно, чтобы вы отошли назад, пока мы не убедимся, что это безопасно». Благодаря армии и интернет-исследованиям наконец-то появились ответы на эту загадку. Потребовалось две недели и все доступные руки, чтобы полностью вытащить резервуар из озера. Команде удалось оттащить гигантскую машину далеко вверх по берегу, настолько, чтобы люди могли обойти ее и рассмотреть поближе. Многие фотографировали главную историческую находку и вместе с ней. Но как там оказался танк российского производства с немецкими опознавательными знаками? Эксперты подтвердили, что это действительно была боевая машина, точнее, советский танк Т-34-76А. Эта 7-тонная машина была основным элементом советской армии в ее битве с немцами. Помимо того, что он пробыл под водой поразительные 56 лет, они обнаружили еще одну удивительную деталь о символах и цифрах, нарисованных на его боку. Считалось, что именно этот танк был захвачен противником и перекрашен его собственной символикой. Несмотря на то, что это была боеспособная машина, способная ориентироваться в любых условиях, основная теория заключается в том, что немцы бросили ее, чтобы ее нельзя было вернуть. Следующий поразительный шаг произошел в музее Граденка. Еще одной любопытной деталью танка было то, что он, казалось, вообще не имел никаких повреждений. В то время как часть металла на поверхности слегка подверглась эрозии из-за десятилетий пребывания под водой, российская боевая машина, по-видимому, все еще находилась в хорошем состоянии. На самом деле, он был настолько цел и выглядел таким прочным, что они не могли не надеяться, что он все еще работает. Эксперты выяснили, что нетронутое состояние, в котором был найден резервуар, было достигнуто благодаря низкому уровню кислорода в болотистой местности, которая стала его водной могилой. Эти условия помогли сохранить металл, сведя к минимуму любую коррозию. Все было по-прежнему не тронуто, как будто металлическое чудовище затонуло год назад. Но был ли он все еще работоспособен? Во время реставрации кураторы были поражены, обнаружив, что они смогли запустить старый дизельный двигатель, вообще не нуждаясь в каких-либо запасных частях. Они также обнаружили в общей сложности 116 единиц боеприпасов, и эксперты даже смогли ответить на животрепещущий вопрос о том, почему танк находился именно в этом районе. Восточно-эстонский Нарвский фронт был местом нескольких ожесточенных сражений. Погибло около 100 тысяч солдат и более 300 тысяч были ранены. Боевые силы мигрировали, и бесконечные танки и солдаты хлынули на узкую болотистую местность. Финал битвы состоялся 3 августа. Огромное количество советской бронетехники и артиллерии атаковало немецкие позиции, но до 10 августа мало что изменилось. Именно летом 1944 года немецкие войска во время битвы за Голубые горы захватили советский трофейный танк. Что делает эту находку чрезвычайно редкой, так это то, что танку пришлось сражаться как на стороне России, так и на стороне Германии во время Второй мировой войны. Однако он был отправлен в свою водяную могилу всего 6 недель спустя. 19 сентября 1944 года. Немцы начали отступать вдоль линии фронта под Нарвой и намеренно бросили танк. Немецкая армия не желала ничего сдавать и уничтожала то, что не могла использовать. Старый танк Т-34 теперь выставлен на всеобщее обозрение в военном музее в деревне Городенка, бесценный артефакт, который был найден любопытным маленьким мальчиком.